приветствую вас на канале кухня простая и сложная сегодня мы с вами приготовим блюдо которое называется чечевичные котлеты для этого нам понадобится совсем немного ингредиентов я использую зеленую чечевицу вот так она выглядит дальше нам понадобится репчатый лук я его обжарил на растительном масле без изменения цвета до готовности соль немножко кабачка кинза перец и чеснок приступаем готовки чечевицу нужно отварить 200 грамм чечевицы я залил водой и отварил до готовности немножко подсаливал воду посмотрите чечевица полностью готова лишняя вода если остается у вас лишняя вода после того как чечевица приготовится ее нужно просто слить чечевица у нас остыла лук у нас обжарен сейчас нам нужно взять немного кабачка и натереть его на терке натирать его лучше на мелкой терке потому что он полностью пропечется и даст консистенцию нашим котлетам смотрите мы натерли немножко кабачка ну примерно я натер наверное грамм 50-70 здесь же я натру чеснок если у вас есть чеснокодавка вы можете выдавить чеснок на ней у нас с вами кинза кинзу я помыл немножко обсушил и сейчас ее нужно нарезать нарезать кинзу нужно произвольно но не очень крупно лучше помельче чечевицу нужно измельчить обычно я ее делаю измельчаю на мясорубке но сегодня я ее измельчу вот таким блендером засыпаем нашу чечевицу стакан посмотрите очень быстро она становится пюреобразная придется потому что открывать ее если у вас останутся маленькие чечевички не промолотые ничего страшного они не помещают измельчили мы чечевицу у меня остались кусочки но как я уже говорил ничего страшного пересыпаем чечевицу сюда в миску если вы будете пропускать ее на мясорубке она будет конечно 1 1 однородной консистенции сейчас мы к этой чечевицы добавим все наши ингредиенты мы добавляем жареный лук мы добавляем нашу зелень мы добавляем кабачок с чесноком и начинаем замешивать наш мы перемешали наш фарш сейчас мы добавим соль солью аккуратно если вы солили при варке сильно то аккуратно пожалуйста я добавляю мой любимый свежемолотый перец вымешиваю вымешиваю рукой не пугайтесь если у вас не слилась вся жидкость и вы сделали чуть-чуть такой фарш будет жидкий можно добавить немножко муки мука даст сцепку ну вот видите у меня у меня вот такая получилась консистенция липкая вязкая сейчас мы будем формовать наши котлетки для этого нам понадобится дальше мука итак на доске на которой мы резали мы берем и отделяем котлетки делайте небольшие с 200 грамм нашей чечевицы получится я думаю что с десяток котлеточек ну зависимости от того какие вы будете делать мы разделили наш фарш из чечевицы теперь нам нужно сделать шарики сделать их ровно немножко смачиваем руку водой и делаем шарики после того как мы все шарики сделаем мы будем делать из них уже котлетки в одном из своих видео я делал котлетки и показывал как формовать на формовать котлетки лопаткой а сейчас я вам покажу как формовать котлетки ножом если у вас нет лопатки широкой сформовали последние шарики и начинаем делать котлетки насыпаем муку берем нож и берем шарики обваливаем и вот так смотрите ножом точно так же как лопаткой мы делаем наши котлетки если у вас получается вот так разваливается ваш шарик нужно его еще раз формовать иначе если вы этого не сделаете при жарке он просто развалится раскроется а так он будет держаться смотрите сформовал если боитесь что они у вас раскроются то добавьте немножко сразу муки в сам сам фарш я сформовал несколько котлеток мы идем жарить на разогретую сковородку наливаем масло и выкладываем наши котлетки смотрите они сейчас готовятся они очень быстро духовка и не нужно яйца здесь нет поэтому нам нужно только сделать колер с двух сторон наши котлетки пожарились с одной стороны мы их аккуратно переворачиваем наши чечевичные котлетки пожарены начинаем сервировать тарелку для нашей сервировки я сегодня сделал салат огурчик с помидорчиком мы его приправим перчиком и будем выкладывать наши котлетки посмотрите они получились румяны золотистые очень нежным очень хорошее блюдо в пост ну смотрите у нас такая получилась красивая тарелочка друзья наше блюдо готово если вам нравится мой рецепт заходите ставьте лайки пишите комментарии а я буду пробовать нежные сочные к этому блюду можно подать еще соус на ваш выбор ну а я желаю всем приятного аппетита до скорых встреч и